В этой истории со счастливым. Финалом сложно сказать, кто виноват. Ведь началась-то она с заботы о близких. Ну, вообще, изначально это все началось. Мы хотели попить чай, у нас не оказалось хлеба. Вот. Женя поехал на велосипеде в магазин, вот туда, в ту сторону. За ним выскочил вот этот пес. Вот. Он, говорит, приехал уже с хлебом, говорит, я пойду его заберу. Вот здесь вот, прям, недалеко. Вот. И говорит, только недалеко и быстренько обратно. Он взял булочку, чтобы его подозвать. Вот. И не было его минут 15. Я вышла раз. На улицу его не было. Здесь, на улице, я не увидела. Думаю, ну, может, подальше чуть заехал. Бывает. Второй раз минут через 15 вышла. Опять не было. Я взяла уже свой велосипед и поехала уже в ту сторону, там его искать. Самостоятельно найти сына матери так и не удалось. Разместив информацию о ребенке в социальных сетях и мессенджерах, женщина уже ближе к вечеру обратилась в полицию. Весь личный состав отдела незамедлительно был поднят по тревоге. В 2016 дежурная часть поступило сообщение о том, что несовершеннолетний 15-30 ушел из дома, вернее, уехал на велосипеде и до настоящего времени не вернулся. Незамедлительно сотрудники, состав следственной оперативной группы, которые входили, поднятые по тревоге, выехали по месту жительства ребенка, где он проживал, совместно со своей матерью. Значит, организован подворный обход. В ходе подворного обхода от соседей была получена информация, что в 17.30 ориентировочно данного ребенка видели в районе села Залисянка Алексеевская. Это приблизительно на расстоянии 6-7 километров от места его жительства. Сосредоточив усилия нескольких поисковых групп на предполагаемых маршрутах передвижения ребенка и задействовав в качестве волонтеров не менее 300 человек, из числа местных жителей полицейские приступили к активным поискам. Вскоре от одного из жителей ближайших сел была получена новая информация. Мальчика видели на дороге уже в 15 километрах от Самойловки. Ближе всего к ребенку оказался Заур Гусейнов. Меня эта тема с женой очень сильно затронула, так как являемся тоже родителями. Мы отправились в сторону леса, проехали через лес, в населенный пункт Залисянка. Я вышел из машины и начал громко кричать, звать мальчика по имени. Мы просто увидели, что в нашем направлении движется мальчик с велосипедом, но по описанию похожий мальчик, он сказал нам, я потерялся. На что мы ему ответили, что мы тебя искали. Заур передал ребенка сотрудникам полиции. Мальчик был расстроен тем, что так и не нашел собаку. А потом признался, что ему было очень страшно одному в темноте. Да, немного напуган, но это соответственно, потому что как бы 6-летний возраст, он, как он пояснил, он заблудился, поэтому как бы уже потерял ориентир в темное время суток. Значит, ну, все мероприятия, которые были проведены через 3-х часов, и этот результат, будем так говорить, положительный, впоследствии все силы, все сфу были брошены. И большое спасибо, хочу лично выразить благодарность всем жителям, которые в качестве волонтеров приняли участие в поиске ребенка. Можно сказать, что финал истории получился одинаково счастливым для всех, включая мальчика. Собака нашлась. Поздно ночью пес с виноватым видом сам вернулся домой. Огромная благодарность всем, кто нас поддерживал, всем, кто переживал. Было очень много звонков, очень много приезжали, спрашивали, вернулся мальчик или нет. Уезжали обратно, опять искали, опять возвращались. Спрашивали в группе, все созванивались. То есть были на связи также сотрудники полиции. Наша Самойловка, деревня, реально не ожидала, что остались такие добрые люди, такие отзывчивые, их очень много. Большое всем спасибо и низкий поклон. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть Саратов.